В России есть регионы, где нет ни издательств, ни книжных магазинов. Около трети населения страны вообще ничего не читают. Как издательства борются за читателей и от чего не собираются отказываться даже в кризис, говорили на первой книжной ярмарке в Саратове. На открытие приехали известные писатели и представители книжного дела. Подробности в нашем репортаже. Музыка и книги «Лед» и «Саратовская жара». Ледовый дворец спорта «Кристалл» превратился в книжный городок. Свои павильоны разбили десятки участников представителей 59 издательств из Москвы, Питера, Крыма, Чеченской республики, Башкортостана. Это такой очередной бренд нашей родной саратовской земли. Книжная ярмарка. Как здорово, что в год литературы родилась Волжская волна. По сути, родилась еще одна книжная столица России. На открытие ярмарки приехали крупные издатели, представители книжной палаты России, писатели, автор укрощения «Тигра в Париже» и «Это я» Эдичка Эдуард Лимонов, как всегда подтянут элегантин с неизменными перстнями, ударился в воспоминания о Саратове. Я здесь провел где-то около года. Я не скажу, что они были несчастливыми, хотя эти были годы за решеткой. Я умудрился написать в Саратовском централе, в третьем корпусе, написал книгу под названием «По тюрьмам». Книга, скорее, не обо мне, я там эпизодический персонаж какой-то, а вообще это вот о судьбах русского народа. Знатоки книжного дела говорят о сохранении русского языка, о ценности бумажных изданий, о том, как заинтересовать чтением 33% россиян, которые не читают даже газет. Издательство из Казахстана «Фолиант» выпускает разную литературу, миллион экземпляров книг ежегодно, на русском и на казахском языках. Кризис внес свои коррективы, но к качествам «Фолиант» поступиться не согласен. Каждый год модернизируем нашу полиграфическую базу, стремимся к мировым стандартам, ездим на мировые выставки, изучаем новые технологии, изучаем новые возможности в оформлении. Есть чем похвастаться и саратовским коллегам. Полиграф-комбинат одним из первых в России стал выпускать учебники в суперлегком, так называемом, интегральном переплете. Используется не переплетный картон, который тяжелый, а используется коробочный картон, то есть он уменьшает вес портфеля ученика. Саратовский полиграф-комбинат специализируется на учебной литературе, но в последнее время начал осваивать военно-патриотические и духовно-православные издания. Тогда как в Москве и крупных городах страны полиграфическое производство сворачивается, саратовцы предлагают свои варианты развития. Я обратился к Валерию Васильевичу Радаеву с предложением создать на базе Саратовского полиграф-комбината Центр развития российской полиграфии, то есть чтобы была точка роста у нас в России, где остались профессионалы. Областные власти уже поддержали этот проект и включили полиграф-комбинат в программу развития региона на 2015-2017 годы. А в ближайших планах участие в книжной ярмарке регионы России, которая пройдет в конце июня на Красной площади в Москве. Юлия Шишкина, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова